господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 273 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 10 сентября 16 года малая часть вы из эфира с интернета вот об этом человеке что говорится просто останавливайте на некоторых местах посчитайте конкретно прямо указывает что какие последствия после этого человека выжженная земля слово секта переполнила все любая бабка везде секта чтобы не видела секта то есть не христа не бога не евангелие не православие ничего не знают инфекция дворкин это инфекция запущены американцами или кем там была цру инфекция и оплот человека ненавистничество и везде образовывать стали миссионерские отделы и одна травля идет пожалуйста интересно какое помрачение бог дает людям они не ничего не знают не понимаю а 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 Продолжение следует... 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 Забытые строки с любовью Отца Мы сломим наш правду Христа На свете кипли В больном обыстине Мы путь прокладываем свой Делами дивными Христе единый Идет мы в православный бой Наталья в грехах, забыв Божий страх Родители нынче в слезах Ты смело шагай, не унывай Другим на пути помогай С Христом на пути нам нужно идти Проти километры дорог Ты слышишь вперед, труба нас зовет И это все дело легко На свете кипли В больном обыстине Мы путь прокладываем свой Делами дивными Христе единый Идет мы в православный бой Тут столько врагов И столько друзей О пони ты не забывай Ты в жизни своей Все преодолей Лишь в Божьем условно цепай Она тем сильней Сердце твое Случит все ясней и ясней И кто свет соскал И в ничего И в месяц станет светлей А свете кипли В больном обыстине Мы путь Прокладываем свой В дух Делами дивными Христе единый Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Вчера суббота была, обыкновенный банный день. Недельную пыль убрать. И вечером идем в храм, молиться, длинное богослужение. И вчера батюшка сказал, что разговаривал с митрополитом Сергием Алтайским, Иванников, приехать, к сожалению, говорит, не могу. У нас 16-го в пятницу, а в четверг 15-го он, говорит, должен быть в Москве вызывают. Там собрали, какое у них там что есть. То есть никак, ну я, говорит, пошлю команду целую сюда людей. Ну, вот такие дела. И проходим мимо барабаша Игоря, и он с сыном Терентием, оба в мазуте такие, ремонтирует комбайн. Глядеть боязно. Какая техника. Все, 10 раз перекрученное, переделанное. Ну, до того мне охота богатым стать. Вот кто-нибудь бы услышал, обогатил меня. И какое богатство нужно. Комбайн, Игорь, купить. Можете денег не давать. Комбайн новый купить, новый. Не сто раз ремонтированный. Это кормилиц. Вот сейчас смотрите, сколько он гороху собрал, гречку собирает, молотит. Комбайн. Я просто призыв делаю. Найдитесь такие люди. Ну, а сколько примерно? Не знаю сколько. Надо узнать. Какой комбайн хороший самый? Ну, миллионов-то пять, наверное, надо. Примерно. Ясное дело, что если у меня пенсия 6500 рублей, то это в тысячу раз надо больше. Тысячу пенсий получить, чтобы купить. Мне ни рубля не надо. Ему комбайн во двор поставить. Это кормилиц страны. Честный, православный христианин. И все эти годы он на этих веревочках. Нет больше. Все вложили туда. Все. Трактор купили на еще и то. Он говорит, сколько? Не меньше миллиона пришлось отдать. И все это от коров. У него ничего нету. На себя он не пьет, не курит, не лишне не разъезжает. Игорю Барабашу старости нашей деревни. Комбайн нужен. Понятно, что фантастику рассказываю. И все-таки бывают чудеса на свете. Игорю Барабашу нужен новый комбайн. Комбайн. А тут с нами связаться это легко. Как это сделать? Бывают люди, которым Бог дал богатство. Но у нас этого нет. Повторяю. Он очень и очень нуждается. И смотреть, как он ремонтирует, как снимает мотор и заново все перебирает. Приезжал Володя Пищиков. Помогал в Керенбургской области. Помогал нынче. Нет его, не может. И так во свете Библии, если рассмотреть все, Игорю нужен комбайн. Это молотилка. Вот молотильные установки, которые были во времена Давида. Богу нашему слава во веки веков. А утром встал сегодня. В сенях полно осы, как рой осы. От ос надо как-то еще избавляться. В баню заходить сбоку. Шерши свили где-то под досками. Маленькая щель. И там полно. И вчера я смотрел, как то ли они выводок выводят оттуда. Молодые сидят, видно, и делают облет только. Шерши. Богу нашему славу во веки веков.